Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем в Sims Medieval и вы смотрите 19 серию. Мы продолжаем играть в королевстве Козылянди. В данный момент мы продолжаем выполнение квеста День без делушек, но оказывается мы пришли уже к его завершению. Да, мы почти закончили этот квест, как написали мне в комментариях, потому что вы уже проходили эти квесты, вы их знаете хорошо и вы написали, что мы уже почти его выполнили. Я думала, что нам еще много там осталось, а нам совсем немножечко, так что в этой серии мы его 100% закончим. Давайте покажу вам квест, наверное, да, у нас его выполняет наш шпион Саглядотай Квазиморда, она у нас уже второго уровня, давайте мы выберем режим жизни, да. Вот, она у нас там что-то кушала, я насколько я помню в прошлой серии, и нам нужно спросить о последнем спрятанном предмете у королевской советницы Оливии. Ты хочешь спросить? По-моему, она ничего не хочет спрашивать, она хочет, наверное, кушать, мы уже покушали. Давайте, наверное, мы не будем мучить нашу Квазиморду, потому что все-таки осталось нам немножечко, но идти домой. Ой, как нам идти домой? Я хочу, чтобы она пошла домой и выспалась. Вот давайте пусть она выспится, а потом уже пойдет докладывать, потому что не совсем до конца мы еще выполнили, там нужно будет нам сделать еще пару действий, но сначала нам нужно хорошенько выспаться. Так что отправляем Квазиморду высыпаться, так сказать, до победного, до конца, пусть хорошо спит, снятся ей хорошие сны. Вот, утром нам, конечно же, дадут задания ежедневные, но мы их делать не будем, потому что мы уже приблизились и почти уже у завершения квеста. Так что, скорее всего, сегодня мы создадим нового персонажа. Да, я думала, кого мы будем создавать, и у меня уже есть кое-какие идеи. Смотрите, какая интересная у нее постель, вроде как короны такие, королевская постель. Наша Квазиморда спит в королевской кровати. Кровать я ей, простите, не покупала, кровать это здесь и была. О, смотрите, я заболталась, у нас уже 10 утра, нам дали задание создать тайник и допросить члена гильдии и вытянуть из него военные тайны. Интересные очень какие-то задания. Невозможно общаться во время сна, почему бы и нет, можно во сне пообщаться. Давай, Квазиморда, просыпайся, у нас тут дело королевской советницы Оливии, давай доложим уже ей о задании, о том, что мы там безделушки нашли. Она ищет повод подраться, ребят, наша Квазиморда ищет повод подраться. Вот смотрите, какой повод идет, ничего себе, такой здоровенный повод, торговец Келли. Келли, ты нарываешься высмеять внешность, давайте скажем, ты толстая, что такая здесь ходишь. Плюнем ей в лицо и подеремся, давайте мы сражаться на кулаках, я не знаю, как это будет выглядеть. В общем, ищет наша Квазиморда повод подраться и замечательный повод она нашла только что, проснулась. А почему вот эта вот наглая женщина пришла к нам в спальню и ходит здесь? Это вообще, по-моему, наглость. Квазиморда спит себе, видит сны себе прекрасные. Да, она вот ходит толстая. Ну, что она ходит у нас в спальне? Иди, иди в свою спальню и ходи. Там Квазиморда ж не приходит к ней в спальню. Это вообще безобразие, что вот в Sims Medieval так вот нахальным образом симы могут приходить в гости. Короче, мы и наваляли. Все, до свидания. Так, нас ждут дела, нас ждет королевская советница Оливия. А что насчет последнего предмета? И она, видите, как ни в чем не бывало, уселась за наш стол и начала строгать чего-то. Ну, в общем, странная женщина, как ее зовут, торговец Келли. Я запомнила тебя, так что это самое буду иметь в виду. Так, Аквазиморда пошла докладывать королевской советнице Оливии о том, что мы что-то сделали. Время ограничено. Кто найдет мишку? Какого мишку? Подождите, какого мишку? Почему время ограничено? Искать последнюю вещицу в тронном зале. Так, время ограничено. Где тронный зал? Тронный зал у нас там. Тронный зал у нас там. Нужно туда идти. Вот, у нас есть уже сразу задание такое действие, идти на участок. Так что, давайте туда отправимся. И мне не нравится то, что время ограничено. Значит, мы можем не найти. Это мне тоже не нравится. Мы должны победить. Квазиморда, ты должна победить и найти спрятанную вещицу быстрее всех. Вот, мы пришли уже в тронный зал. Тут у нас рыщут всякие. Да, вот этот вот прадедушка Катлета. Он уже точно что-то выискивает, вынюхивает. Тут гад такой. Нет, мы будем быстренько искать. И как? Подождите, я не могу отдалить камеру. Ой, кошмар какой-то. Так, как нам это сделать? Давайте просить принять. Как мне искать эту вещицу? Простите, я не пойму. Мы в тронном зале. Я не знаю, ребят, как искать. Может быть, нужно нажать строгать. Сменить одежду. Я, ребят, честно говоря, вообще понятия не имею. А, что такое доступ? Сделать комнату доступной для... О, вот что замечательно. Мы можем никого не пускать. Мне писали, что там последняя вещичка спрятана за троном. Но почему-то я не вижу такого действия, чтобы начать ее искать. Посмотреть, просить принять. Сесть. Может быть, нам нужно просто сесть? Потому что мне подписчики написали, что в конце, в самом конце квеста нам нужно будет найти что-то за троном. Но вот я не вижу такого действия. Может, нам нужно просто посидеть? Саглядотай Квазиморда находит, да, спрятанную королевскую вещь. Вот так мы... А ну-ка сядь еще, слушай. Давай, ну присядь на трон. А, нет, попросить принять. Блин, нет действия, к сожалению, уже... Нет у нас действия, естественно. Она так прикольно сидела на троне. Короче, у нас прием, нас принимает сам царь. Э. Преклонить колени. Ну, давай, преклони колени. Ну, принимай ты нас, слушай. Мы пришли к тебе с просьбой, это... Дай нам что-нибудь дружелюбно. Он ей говорит, вставай. Я не знаю, преклонить колени, драться дружелюбно. Я даже не... Жаловаться. Слушайте, мы можем пожаловаться на Келли. Давайте на Келли пожалуемся, что она такая толстая. Ходит. Морда, ты же заснул. Что находит у нас, понимаете ли, по спальне. И на все ей наплевать. Вот мы на нее сейчас пожалуемся. Может быть, Мордатый примет какие-то меры и запретит просто так вторгаться в чужие спальни. О, пришел этот, короче, колени преклонять. Все. Не хочет Квазимор дожаловаться. Давайте мы найдем королевскую советницу Оливию и вернуть пропавшего медвежонка. Давайте вернем медвежонка. Интересно, чей это медвежонок? Оливий или еще кого-то? Но, походу, мы нашли спрятанную вещицу, а этот мужик нифига не нашел. Все. Не надо нам на Келли жаловаться. Мы лучше Келли еще раз по мордам надаем. А жаловаться мы не будем, потому что у нас, ну, как бы наша Квазиморда... Че ей жаловаться? Она сама разберется со всеми своими проблемами, вот, со всеми своими делами. Она у нас самостоятельная очень симка, так что я думаю, что проблем у нее не будет. Так, и, по-моему, это уже последнее, что мы делаем в этом квесте, который называется День без делушек. Мы отдаем медвежонка Оливии. И Оливия нам сейчас чего-то даст. Ты нам дашь чего-то или не дашь нам чего-то? Давай нам. Мы, слушайте, по-моему, это еще не все. Ну, что ж такое? Ой, щелкните, чтобы отправиться домой. Но домой я не хочу. А нет, ребят, все. Задание выполнено. Мы выполнили задание. Я не вижу на что, но, по-моему, ребят, это не золото. При завершении заданий на уровне золота... А, вы завершили задание на уровне золота. Прекрасно. А мне что-то вот кажется здесь, что это где-то посередине. Ну, видимо, хорошо мы завершили задание. День без делушек нам увеличили. Мы увеличили показатели просвещения. Это, конечно, хорошо. И дали нам 40 баллов козлянде. Это тоже неплохо. Наша шпионка Квазиморда повысилась. Нам дали 1000 симолеонов и повысили ее до третьего уровня. Теперь у нее выше шансы в карманных кражах. Выше мастерство в приготовлении ядов. Значительно выше уровень боевого мастерства. Чуть меньше ущерб в бою без доспехов. И доступен боевой прием вихрь клинков. Я это читать не буду. Если хотите, можете нажать на паузу и прочесть. Мы выполнили задание. День без делушек. Мы нашли первыми. Наша Квазиморда нашла спрятанную вещь. И, в общем, все у нас теперь хорошо. Мы с вами выходим в режим королевства. Давайте я это уберу. Если хотите, жмите паузу и читайте. Чтобы я на это не тратила время во время игры. И давайте мы, наверное, создадим еще кого-то. У меня уже есть мысль. Я знаю, кого я сейчас создам. Я долго думала. Читала ваши комментарии. И, в общем, я уже даже создала персонажа. Он у меня есть. И сейчас мы будем им, наверное, играть. Вот. У нас, кстати, ребят, создана казарма. И сюда можно рыцаря поселить. Но я вот сейчас пока еще не хочу играть рыцарем. Не знаю. Я просто рыцарем вообще никогда не играла. И я мало кем играла в Sims Mediv'у, признаюсь честно. Вот. И рыцарем даже не пробовала. Поэтому мне что-то не очень хочется играть рыцарем. Я хочу создать священника. У нас есть два монастыря. Яковитский собор и Петерианский монастырь. Ну, в общем, собор и монастырь. И на обе эти постройки нам нужно 50 баллов Козляндии. То есть мы можем построить что-то одно. Потому что у нас сейчас всего лишь 50 баллов. Но нам только одно и надо. Да, кстати, давайте мы посмотрим, что у нас тут. У нас низкий уровень безопасности. Да, это очень плохо. У нас средний уровень благополучия, средней культуры и высокие просвещения. То есть нам нужно, ребят, делать упор на квесты без просвещения. Потому что с просвещением у нас так все в порядке. Вот, нам нужно делать упор, наверное, на безопасность. У нас есть Яковитский собор. Кстати, он тоже безопасность улучшает. И есть Петерианский монастырь. И он, кстати, улучшает просвещение и культуру. Так вот, я почитала об этих монастырях. Потому что я раньше играла в Sims Medieval священниками. Но не особо заостряло внимание на них. Играло ими мало. Но играло. Вот. И я не знала, в чем разница между Яковитским собором и Петерианским монастырем. Мне вообще казалось, что это одно и то же. На самом деле, нет. Я почитала. Вот. И яковитские священники, ну, по крайней мере, в Sims Medieval, они вроде как злые. Но не злые. Я не знаю, как сказать. Это те священники, которые запугивают людей и заставляют их обращаться в свою веру. В общем, они как бы ходят, на всех ругаются и говорят, что вы должны там, типа, там, ну, поклоняться кому-то. В общем, их религия, в общем, на страхе основана. Не то чтобы на страхе, они вот строгие. Да, скажем так, они строгие. Вот. А Петерианский монастырь, то есть вот эта церковь, она, естественно, противоположная Яковитской. И, ну, по крайней мере, в игре Sims Medieval. Я вообще в жизни не знаю, как оно все. Вот. А про Sims Medieval я почитала, что эти, наоборот, вот, Симы, ну, по крайней мере, священник этого монастыря. Он там ходит, рассказывает про любовь. Короче, всех любит, такой добрый. Ну, в общем, что-то вроде этого. Вот. Я очень хочу поиграть обоими этими священниками. То есть, создать двух священников. Но сейчас я хочу создать Яковитский собор, потому что нам не хватает все-таки безопасности. Вот. К сожалению, Петерианский монастырь дает только культуру и просвещение. А вот Яковитский собор нам даст немножечко безопасности. А так как уровень нашей безопасности очень низкий, у нас, извините, Квазиморду уже грабили, Кабуздохлу грабили. Ну, сколько можно. Поэтому давайте мы немножечко увеличим нашу безопасность и создадим уже готовый Яковитский собор. Конечно же, вскоре у нас появится еще и Петерианский монастырь. Но, ого, какой, ничего себе большой. Я не думала, что он будет такой огромный. Вот. И потом у нас, конечно же, когда-нибудь здесь появится еще другой монастырь. Но немножко позже, когда у нас будут баллы Козляндии. Потому что сейчас у нас 0 баллов Козляндии. И мы, конечно же, можем уже создать Яковитского священника. Вот у нас уже имеются некие примеры. Но мы будем создавать своего, потому что я уже отдельно между сериями постаралась. И у меня... Я зачем его сохраняю? Я не хочу его сохранять. Я случайно сохраняю какого-то сгенерированного игрой Сима. Нет, я хочу выбрать уже из созданных. Вот. У меня где-то здесь вот этот только тот, который только что мы его сохранили. Вот. Я создала такого толстого, такого наглого. Я не знаю. Слушайте, а что он... Вот он, вот он наш петерианский священник. Вот он, красавчик ты наш. Да. Это будет священник нашего Яковитского монастыря. Так как я почитала, что яковитские священники, они запугивают людей. И они такие вот не особо добрые. И своих прихожан пугают. И вот я попыталась создать такого толстого, наглого, носатого. И немножко злобного. Не знаю, получился он у меня злобный. Не получился. Но толстый получился, это точно. Вот. Я... А вот думаю, петерианского священника я буду создавать наоборот какого-нибудь худенького. И такого с милым личиком. Ну, посмотрим. Потому что пока у нас хотя бы... Давайте одного хотя бы создадим. И давайте выберем ему какую-нибудь одежду для священника. Кстати, может быть, у него есть прическа для священника. Потому что у них, наверное, тоже какие-то есть свои особые прически. Может быть, какие-то головные уборы. Нет, это точно ему не подойдет. Вот. Это, наверное, вот... О, господи. Нет. Ребята, давайте не будем издеваться над нашим священником. И вернем ему вот эту вот дурацкую прическу. Не знаю. Мне почему-то кажется, что священники в средневековье носили именно такую вот... Вот такую прическу. Это, наверное, по Робин Гуду. Потому что там был отец Тук. И, по-моему, у него на голове было что-то вроде этого. Так. И давайте одежду посмотрим. Оденем его во что-нибудь. Во что нам его одеть? Он... Так как он священник, у него должна быть какая-то ряса. Или я даже не знаю. Но... Нет, это точно нам не подходит. Давайте посмотрим сначала на фасоны. О, господи. Что ж ты на себя-то напялил? Вырядился. Просто посмотрим на фасоны. Что нам тут предлагают? Ну, вот это мне тоже не очень нравится. Не знаю даже что. Но это совсем какой-то скромный священник. Не очень такая богатая одежда. Нужно его одеть как бы пошикарнее, мне кажется. Ой, боже. Не знаю даже. Кстати, у него есть такая же одежда, как у Мордатова. Его можно, оказывается, одеть точно так же, как и царя. Но мы не будем так делать, потому что это некрасиво. Зачем же ему выглядеть точно так же, как и царю? То еще путать будут. Вот. Я думала тут... Мне, в принципе, вот эта одежда нравится. Только я не могу понять, зачем священнику оружие. Зачем у него здесь меч? Я думаю, что священники это такие люди, которые вообще не должны никоим образом применять оружие. Поэтому это мы ему одевать не будем. Ну, все-таки, хоть я и хотела его пошикарнее одеть, но мне понравился, наверное, из всех вот этот вариант больше всего. Может быть, мы просто попробуем его как-нибудь перекрасить. Мне бы, конечно же, хотелось какой-нибудь... А что это перекрашивается? Простите, я не знаю. Я не вижу, что... А, это перекрашивается у нас как бы вышивка на рукавах внизу. Ну, я не знаю, какую ему там вышивку сделать на это. Не хочу заострять внимание. Пусть серенькая какая-то будет, а фиолетовая у него была, ну, пусть и будет фиолетовая. Я думаю, может ему такую какую-нибудь зелененькую кофточку сделать. Или это совсем, конечно, ржачно. Ну, конечно, я просто хочу, чтобы летсплей был веселым, забавным. И, наверное, это слишком уже весело и слишком забавно, если мы сделаем ему салатнивую или какую-нибудь голубую красную кофточку. Даже не знаю, во что тебе одеть, слушай, дорогой. Ты как-то... Как-то вообще не могу понять, во что тебе нарядить. Может, нежно-голубого цвета. Что-то недовольная у него рожа, не очень ему нравится. Ладненько, давайте пусть ходит в белый уже. Не будем мучить мужика. И посмотрим, может быть, мы вот этот вот второй вариант или что это тоже перекрасим. Ладно, пусть остается как есть. Правда, что не будем мучить. И перейдем уже к его чертам характера, к лицу. Я сделала, в принципе, его среднего возраста. То есть, не очень молодой, не очень старый. У него вот такой взгляд. Я попыталась сделать такой взгляд, знаете, немножко из-под лобья. Такие брови нахмуренные. Взгляд такой не очень добрый. А вот средняя где-то у него и небритость. Средняя небритость и средний возраст у него. Тело, ну, толщина, то есть толстость у него на максимуме. А вот мышечная масса у него, ну, совсем немножечко. Его черты характера. Он жадина из люка. Да, он не очень хороший персонаж. И он еще и высокомерный. Вот, то есть, он не может сложить себе цены. Он считает, что его церковь самая крутая. Все должны ему поклоняться. В том числе и мордатый. Ну, не знаю, посмотрим, как оно будет выглядеть в игре. Вот, жадина. Он из люка. В принципе, все, да. Вот его тон кожи. И давайте его назовем. Я долго думала, как его назвать. И я не знаю, давайте мы его назовем пузо. Ну, у него такое пузо здоровое. Я просто не знаю, как его назвать. В общем, его зовут Пузо. А вот фамилию я даже не придумала. Давайте назовем его Пузатый. Потому что эта фамилия, на самом деле, никуда не идет. И в Sims Medieval, даже если мы создадим Симу какую-то фамилию, придумаем. Она нигде, к сожалению, не отображается. Поэтому можно просто писать любые символы. Ну, что ж, мы принимаем и будем выполнять какое-то задание. Так, ребят, я тут посмотрела задания, которые нам предлагают пройти. И, к сожалению, их очень мало. В основном, ну, очень много заданий, отмеченных восклицательным знаком. А эти задания повышенной сложности. Мне писали, что лучше их не начинать, потому что мы можем их просто не выполнить. И как-то странно. Очень мало заданий, которые без восклицательного знака. Это легенда о говорящей лягушке. Что это за задание? Королевство Козляндии в последнее время охвачено слухами о говорящей лягушке по имени Жаба. Хорошее имя для лягушки. Это не очередная сказочка для легковерных жителей. Волшебная лягушка действительно где-то живет. Кто-то должен отыскать эту лягушку. Ребят, а может ее отыскать этот самый Пузо наше? Может ее наш священник отыскать? Придумайте, как найти говорящую лягушку, а затем пейте, ешьте и веселитесь. Нормально. Лапки гов... А, то есть ее надо что съесть, что ли? Квакучий романс. Придумайте, как разыскать говорящую лягушку, а затем найдите того, кто согласится снять проклятие своим поцелуем. Ой, ребят, мне это нравится. Снять с лягушки проклятие поцелуем. Ой, проклятие поцелуем нам дадут 30 баллов Козляндии. А может ли это делать? Да, это может сделать наш пастырь Пузо. Отлично. Я сначала даже не обратила внимания на этот квест. Оказывается, он очень интересный. Легенда говорящей лягушки. Ее можно съесть, но зачем ее съедать? Это некрасиво. Вообще, зачем? Если на нее проклятие кто-то наложил на лягушку. Кстати, давайте я вам сейчас покажу квесты, которые здесь есть. Может быть, вы делали некоторые из этих квестов. Какие-то из них есть интересные. Так что рассказывайте, может быть, пишите в комментариях, какой квест поинтереснее, чтобы нам дальше пройти. Вот, мы будем, конечно же, расколдовывать лягушечку и не будем мы ее есть. Вот, будет этим заниматься лягушки тоже люди, говорит пастырь Пузо. Королевство Козляндии в последнее время охвачено... А, это я уже читала. Придумайте, как разыскать говорящую лягушку, а затем найдите того, кто согласится снять проклятие своим поцелуем. Так, задание. Лягушки тоже люди. Отлично, мы нажимаем... Что это значит? Я помогу разрушить чары. Не, подождите, я хочу играть этим самым Пузом. А, главный герой... Второсортный. Второстепенный, господи, второсортный. Кабуздохло у нас тоже будет. Отлично. Королевство Козляндии в последнее время охвачено слухами, говоря... Так, я это уже читала, господи. В общем, у нас в этом квесте будет два героя. Я помню, были такие квесты в Sims Medieval. Я потому что играла, знаю. И у нас будет два героя. Мы будем одновременно играть и Пузом, и Кабуздохло. То есть, как-то переключаться между ними. Ну, в общем, конечно же, в основном мы будем играть Пузом. Но иногда нам на помощь будет приходить Кабуздохло и помогать. И помогать расколдовать лягушечку. Ну что ж, мы находимся с вами в монастыре. Я вообще не знаю, как он выглядит. Давайте, что ли, отдалим. Так, кто может устоять перед соблазном узнать больше? Пастырь Пуза решает поспрашивать об этом гаражам. Так, давайте мы посмотрим на монастырь-то наш. У нас тут кто-то уже идет. Это у нас, я так понимаю, что покой нашего Пуза. Смотрите, какие у него обои здесь красивые. Ну, конечно, это не обои. Это типа фрески, наверное, нарисованное что-то. Так, у него здесь есть свой котелок, своя кровать. Кстати, кровать не очень-то это самое изысканное. Можно что-то подороже ему потом прикупить. Это воздать хвалу смотрящему. Какой-то камень, монолит, непонятно что. Так, и дальше что у нас здесь? Дальше здесь ничего нет. Это вроде как, ну да, это церковь, иконостас. И что, можно выбрать время проповеди и простить подданных. Простить можно подданных. И у нас есть два задания. Обратить двух человек в вековидскую веру и повесить объявление. Ого, а как повесить? Смотрите, кто пришел. Боже мой, она хочет обратиться в веру. Как бы сдохла ты. То есть, это как ты, Квазиморда. Давайте спросим Квазиморду о жабе. Квазиморда, ты о жабе-то слыхала? У него такая рожа у Квазиморды, у самой как у жабы. Она слыхала. Может быть, она сама с жабу-то и заколдовала. Хотя нет, жабу, скорее всего, заколдовал, задолбал. Все, Пузо, ты уже задолбал. Не надо общаться с простолюдином. Иди пообщайся с Квазимордой, потому что Квазиморда что-то знает о жабе. Она знает о всех. О боже, они тут еще и дерутся. Кто вообще в церкви драться разрешил? Бессовестные. О, это правда. Эта лягушка по имени жаба была когда-то королевой. Говорят, она прячется в лесу в доме из слюны и золота. Спросим кого-нибудь другого. Квазиморда, что за бред ты несешь? Подожди, Квазиморда, я хочу тебя в веру обратить. Я хочу тебя обратить в нашу веру. Обратить в Яковитскую веру. Потому что у нас есть, во-первых, задание. Обратить в Яковитскую веру. А во-вторых, мне кажется, что надо, чтобы наши симы, которыми мы играем, тоже верили во что-то. Так что пусть давайте в Яковитскую веру верит наша Квазиморда. Давай, Квазиморда, ты понимаешь, что нельзя вот так вот не ходить в церковь. Нужно, понимаешь, верить в смотрящего. А знаете, кто такой смотрящий? Ну, смотрящий это типа бог, в который они верят. Но это типа тот, кто ими играет. Симмер. В общем, рассказывает Пузо, а Квазиморда думает, что Пузо проявляет дружелюбие. Та Пузо вообще наглый. Прикосновение смотрящего. Поздравляем пастури Пузо. Соглядотай Квазиморда обращается в Яковитскую веру. Смотрите, он ей дарует какое-то благословение. Все рады. Квазиморда ощущает прикосновение смотрящего. О, смотрите, ребят, мы можем играть. Капец, мы можем играть этой самой. Мы можем как бы сдохло играть. Это вообще круто. А что у Кваздохлой нет пока заданий. Она просто здесь у нас читает, что-то делает. Блин, и тоже ей нужно делать... Ребята, я нажму на паузу. Ей тоже нужно делать задания. Исследовать симптомы в течение двух часов. Вот пусть как раз и исследуют симптомы. И потом ей нужно еще приготовить и доставить порцию слабой мази. Вот так мы будем переключаться и играть одновременно и Кваздохлой, и Пузо. Так, Пузо, стой. Пузо нам нужно что-то сделать. Ему нужно повесить объявление. Отправить личное письмо. Ты что, офигела? А кому ты это самое личное письмо-то отправляешь? Пузо, у тебя какие-то секреты от меня? Я тебя только что создала. У тебя нет еще знакомых, чтобы личные письма отправлять? Он уже голубя достал. Боже, сейчас будет бедную птицу мучить. А кому ты послал письмо? Уж ты наглый-то какой. Мне ничего не сообщил. Так, давайте мы еще кого-нибудь обратим в нашу Веру. Вот девочка ходит. Что ты, девочка, ходишь? Ни в кого не веришь. Ой, а мы, наверное, детей не можем в Веру обращать. Это плохо. Дружелюбно. Да, мужик, стой, мы тебя сейчас в Веру обратим и обратить в Яковитскую Веру. Все, ребят, я на этом буду заканчивать серию. В следующей серии мы уже с вами продолжим искать жабу. Будем расспрашивать, потому что нам нужно расспросить четверых симок. Мы вот как раз-таки спросим и этого мужика потом про лягушечку. Где находится эта жаба, которая заколдованная? И будем ее искать. Че, пастырь терпит поражение? Не хочет обращаться в Яковитскую Веру. Уж ты наглый-то какой. Ладно, попозже немножко обратим. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok